Доброе утро, уважаемые телезрители! Вот после нескольких передач, посвященных евангельским темам, я вновь возвращаюсь к ответам на вопросы. Вопросы непростые, но они, мне думается, важны для всех нас. И первый вопрос. Я заметила, что многих людей интересует вопрос, чем вера отличается от самовнушения? Как объяснить человеку, что вера не является продуктом самовнушения? Вот вы знаете, на этот вопрос, отвечая на него, я хочу ответить прежде всего вопросом. Как доказать, что, например, ваша мама не является продуктом самовнушения? И вот здесь хочу предупредить заранее, что это невозможно. На все ухищрения найдутся противоухищрения. И строго логическим путем мы ничего не докажем. К такому выводу люди стали приходить сравнительно недавно, по мере прояснения взгляда на логику, на природу точного доказательства. И трудами ученых-философов XVIII века, Юма, Беркли, Канта. А сегодня, в результате развития математики и логики, это утверждение уже ни у кого не вызывает, ни у кого у серьезных людей не вызывает сомнений. И если вы возьмете современный православный учебник догматического или основного богословия и посмотрите раздел «Доказательства бытия Божия», вы увидите там пояснение, что в точном смысле это не доказательства, а вспомогательные аргументы. И вот после этого я вновь хочу вернуться к началу нашего разговора. Так что же, ваша родная мать – это выдумка, плод самовнушения? И мы с вами не можем исключить такой возможности. Характерно, что для нашего времени, особенно на Западе, да и у нас иногда, подобный вывод становится все более обычным. Если вспомнить про коммерческие, ледяные отношения между людьми, если принять во внимание разорванную связь поколений, и все же, как убедиться в том, что ваша мама – это живая реальность? Надо почувствовать страдание, которое она перенесла за вас, и самой перенести страдание за нее. Надо испытать ее любовь и любить самой. Ведь Бог стал человеком и принял страдание и смерть за каждого из нас, чтобы каждый был жив и победил смерть. Испытав его любовь, прикоснувшись к его страданиям, претерпев свою меру страданий и ответив любовью к Богу и ближнему, мы избавляемся от иллюзии о самовнушении. Начинаем адекватно воспринимать и его, то есть Бога Творца, и сотворенный им окружающий нас мир. Крест Христа – это отрезвление от иллюзий, это гарантия реальности. Чтобы ее воспринять, мы и сами в этой жизни несем свои кресты и восходим на свои голгофы. И вот здесь необходимо понимать и чувствовать, что глубокую истину недостаточно узнать, ее надо выстрадать. И второй вопрос не менее интересный. Как объяснить те случаи, когда люди без веры в Господа методом самовнушения получают практические результаты? Вы знаете, мы верим не ради результатов, какими бы добрыми и желанными они ни были. Мы верим ради самого Христа. И вот этим христианство и отличается от всех прочих религий. Закон христианства – любовь к Богу и ближнему. Любовь – это отвергнуться себя по евангельскому слову. Здесь уже нет места самовнушению. И если мы приходим в церковь с другой целью, кроме самого Христа, с другой мыслью, кроме любви к Нему и к ближнему, нам гарантировано, рано или поздно, горькое разочарование. Но, слава Богу, в своей святой церкви, сколько бы ни было в ее адрес поношений и претензий, Господь дает нам непрестанные уроки любви. Так что мы, если мы, конечно, желаем, можем исправить свои первоначальные ошибки. Это и называется воцерковление. А результаты, о которых говорится в вопросе, можно получить и самовнушением, и магией в той или иной форме. Да что проку, если душа при этом обретает погибельный результат в вечности. Ну и еще один не менее интересный вопрос. Куда попадут после смерти буддисты, шаманы, идолопоклонники? И так подробнее. Неужели римокатолики и протестанты не войдут в Царство Небесное из-за различия в вопросах исповедания? Ведь много из них веруют во Христа и стараются жить по евангельским заповедям. Вы знаете, начну с себя. Куда я попаду после смерти? Куда попадете вы, слушающие меня, он и она? Вот на эти вопросы нет ответа, чему существует немало догматических и практических подтверждений. Господь открывает нам только варианты, а выбор, я подчеркиваю это слово, выбор за каждым из нас. И выбор этот составляет содержание нашей жизни. Многим другим, не исповедующим православие, варианты открыты не полностью, может быть даже не ясно. Тем самым они, в отличие от меня, не видят прямой дороги. Неправославные религии, основанные на древних традициях, как и некоторое современное сообщество, в отличие от тоталитарных сект и культов, а также многих жульнических и самосвязких организаций, мы называем религиями частичной истины. И нередко их представители живут самоотверженно и честно, живут по принципам своей веры. И это, конечно, радует. А что можно сказать мне про меня? Мне в православии открыта полная истина, прямая дорога. Я ее вижу. Но иду ли я по ней? Если я начну сравнивать уклонение других со своей прямой дороги, рассуждать, кто куда попадет за свои ошибки и заблуждения, то сам этот факт – губительный грех гордости. И превозношение над ближними, сам этот факт станет для меня наихудшим уклонением. И вот мы должны понимать, что православный взгляд на подобные вопросы прост. Он таков – «Я совершаю грехи вопреки открытой мне истине». Окружающие и неправославные в том числе делают добро, несмотря на то, что полная истина от них скрыта. И вот понимая это, и понимание этого, и должно стать руководством в моей жизни к действию. Субтитры создавал DimaTorzok